Приветствую всех, с вами Ронов Даниил и сегодня я решил сделать обзор на игру, которая входила в двойку. Самых ожидаемых мною игр 2013 года, то есть Crysis 3. Сразу знаю, что меня довольно долго не было, на то были свои причины. Сначала я купил себе новую видеокарту, но для её поддержки нужен был провод, которого у меня не было, а было воскресенье и я не мог его нигде купить, пришлось ждать следующего дня. Потом решил себе переустановить Windows, переустановил без проблем в принципе, но все программы, игры и так далее, которые у меня были установлены, удалили чертям собачьим. Photoshop, Adobe Audition, Fraps, в принципе, установились без проблем. А вот Sony Vegas не захотела у меня принимать тот лицензионный ключ, который мне дали при покупке, пришлось обращаться на официальном сайте в службу поддержки, ответили они мне только где-то через день, потом ещё день всё проверяли, приставили мне новый ключ, с которым у меня не было уже в принципе никаких проблем. Всё установилось, всё пошло и теперь в принципе я готов для вас работать. Так что не обижайтесь, теперь ролики будут выходить каждые дня 2-3, но во всяком случае я так планирую. Ладно, с вашего позволения я приступаю. Crysis 3 это игра от Crytek, которую я без привлечения могу назвать неудавшейся. У Crytek уже были в принципе такие игры, это Far Cry 2, у которой во время разработки были классные трейлеры и хорошо организованные показы на разных игровых выставках, и сами разработчики утверждали, что игра будет супер-мега-пупенной, но когда игра вышла, она оказалась таким калом, что играть в неё без читов, которые значительно ускоряют прохождение, нельзя. Я, например, так в своё время и сделал. Но несмотря на все минусы, на все недостатки, после прохождения, в отличие от Far Cry 2, Crysis 3 снова хочется пройти. Не всю игру, конечно же, но по крайней мере некоторые главы. Я не знаю, что этому способствует, потому что я вот, например, вспоминаю игру, вспоминаю игровые моменты и отчётливо понимаю то, что ничего захватывающего дух там нету, просто-напросто обычный проходняк. Но тем не менее, давайте вместе попробуем разобраться, что же в Crysis 3 так привлекает. Сюжет снова происходит в Нью-Йорке, спустя 25 лет после событий второй части. Корпорация цел нашла какой-то бесконечный источник энергии и теперь торгует им, что позволяет буквально брать каждого, кто покупает эту энергию, в рабство, просто потому что тот, кто купил эту самую энергию, не может за неё нормально расплатиться. Цел из-за такого бизнеса разрастается до масштаба Газпрома. Все эти действия отлично способствуют созданию сопротивления, которое очень хочет этот самый источник энергии сделать бесплатным. Не самый оригинальный сюжет, правда? Ну ладно, идём дальше. Псих, ну или Майкл Сайкс, который выступает одним из главных героев первой Crysis, в отряде сопротивления достается из капсулы Цел пророка в нано-костюме, и они вместе идут решать задачи сопротивления. Соответственно, мы выступаем в роли пророка. Ну а дальше игра нас несёт автостопом по всему миру Crysis. Выбраться с корабля Цел, пробраться через свалку ржавых железнодорожных вагонов, по пункту уничтожая сталкеров, кто не знает, это специальные воины цефалоподов, которые очень быстро двигаются и атакуют только в ближнем бою. Потом езда на цистерне с топливом, потом взорвать дамбу и многого чего ещё. Но несмотря на достаточно многие задачи, которые нам предстоит решать в игре, сюжет достаточно короткий и проходит он часов за 5-6. Ну а если постараться, можно и за 4, но это только если вы будете пропускать все видеоролики, нестись ломя голову и так далее. Те задачи, которые преследуют сюжет, они не выполняются в полной мере. Простой пример. В один прекрасный момент у нас на глазах погибает глава повстанцев, женщина, которая ненавидит людей в нано-костюмах, которая называет нас жестянкой, с которой мы несколько раз за игру ругаемся, и которая в конце концов погибает у нас на глазах с честью. Причём мысленно мы понимаем, что у неё есть все основания ненавидеть людей в нано-костюмах, что она в какой-то степени действительно права. Это даже сам пророк подтверждает в одной из сцен сюжета. Но когда она всё-таки погибла, то никакого сочувствия, сожаления и так далее я к ней в тот момент не испытал. Это простое, холодное, холоднокровие. Это при том, что она выступает одним из главных персонажей игры. В первой части Crysis, если я не ошибаюсь, в самом начале погибает член нашего отряда под позывным Шут. Пока мы добираемся до его места гибели, происходят всяческие диалоги и парации между ним и нами. И когда я всё-таки до него добрался, я и то испытал больше сочувствия, чем при гибели этой женщины. Я надеюсь, вы поняли, о чём я. А также доу-майни довели и дизайн локаций. То есть даже то, как они устроены. Во время разработки сами разработчики неоднократно утверждали, что хотят создать нечто среднее между первой и второй частью Crysis. Первые уровня 3, они это благополучно выполнили. Размашистые локации, в которых есть и огромные заросли, напоминающие джунгли, и огромные наполовину разрушенные небоскрёбы. Выглядит всё это просто потрясающе. А вот потом всё это падает в небытие. Огромные локации, без намёка на заросли, один песок и небоскрёбы, и всё. Фантазии у разработчиков на больше не хватило, или есть ещё какая-то причина, не знаю. То же самое и с задачами, которые нужно выполнять на этих уровнях. Возьмём опять уровень на свалке вагонов. Необычайно красивая локация, на которой нам нужно сражаться со сталкерами, которые умеют настолько искусно притаять заросли, что невооружённым глазом их просто-напросто не замечаешь. А вот если включить нановизор, то они без труда находятся. Даже сам тот факт, что нужно сражаться с убийцами, которые необычайно быстры, умело орудуют своими клинками и умеют хорошо прятаться, уже довольно неплохо поставленный геймплей. И даже этот турень заканчивается унылой пострелушкой со стационарного гранатомёта в стиле Кловдью. Но на костюм как был главной фишкой Красис, так и и остался. А вот возможности его со времён второй части весьма увеличились. Ну и теперь он, например, позволяет нам взять инопланетное оружие и начать кромсать пришельцев уже с него. Также он научился взламывать разных электронных врагов, ну например, вражеские турели, которые, если перепрограммировать, будут некоторое время сражаться за нас, пока их враг не отключит. Можно взламывать и мины, и много чего ещё. И это не считая уже стандартной функцией нано-костюма, типа невидимости или защиты. С оружием дела обстоят намного лучше, чем сюжетом или уровнями. Теперь, когда оружие прибавилось инопланетное, то его стало не меньше штук сорока, но это я сказал на вскидку. Каждое оружие, как и в предыдущих частях игры, при включённой определённой функцией нано-костюма отнимает его энергию. И теперь людям, которые очень любят снайперские винтовки, глушителями и стелс-прохождение, я конкретно не завидую. Потому что, мало того, что враги помирают от одного выстрела только если вы попали в голову, то ещё и земля постоянно трясётся, из-за чего прицел стрыгается, как при конвульсиях. При этом ещё, если вы находитесь в режиме маскировки, то после двух выстрелов, ну или трёх, это как повезёт, энергия костюма заканчивается, и вы становитесь опять ведьмой. В общем, вы меня поняли. Единственное новое оружие, единственное нужное, это нано-лук, который одновременно позволяет справиться с несколькими задачами в игре. Этому способствует несколько видов стрел. Первые, это самые простые, с помощью которых мы просто-напросто тихо, без каких-либо лишних движений убиваем простых людей-пришельцев. Вторые, это электрические, с помощью которых мы вырубаем технику врага, ну например, те же самые турели и много чего ещё. Третьи, это взрывные, для уничтожения бронированных целей. И последние, осколочные. Они созданы для того, чтобы убить не только врага, но и тех, кто находится рядом с ним. Самый главный плюс лука, это то, что простые стрелы можно взять с места, к которому мы попали. То есть, с трупа, со стены и так далее. Тем более, что патроны в игре достаточно быстро кончаются. А если вы уже потеряли стрелу во время боя, то найти пропавшую стрелу поможет нано-визах. Применяя те или иные стрелы, можно выполнять самые разнообразные задачи в игре. С транспортом же дело в игре постоит не намного лучше, чем с сюжетом или геймплеем. Физику управления брали явно с Battlefield, поэтому всем телом чувствуешь лёгкие баги, единственное новое транспортное средство в игре, БТР и так далее. И довольно большие уровни есть, чтобы испытать их на скорость. Но вот нормального геймплея с ними нету. То есть, они нужны в игре только для того, чтобы доехать от одного места карты до другого. По мне, так лучше бы создали строго линейные локации, как во второй части, но при этом создали нормальные геймплейные миссии и задачи, связанные с транспортом. Стелс как был наихреновище частью Красис, так и и остался. Даже если вы выключили режим маскировки в кустах, в 40 метрах от противника ночью, то он всё равно вас сразу же заметит и начнёт по льбу. Противник при этом стреляет отменно в спецназах, хреново, блин. Даже если вы находитесь на расстоянии в километр от него, то он всё равно вам будет попадать прямо в голову. А если учесть и то, что практически сразу же прибывает подкрепление, которое оперативно закидывает вас гранатами, то сами можете понять, какой финал у такой истории. С прокачкой в игре дела обстоят не лучшим образом, поверьте мне. Все 16 модулей, которые должны делать из вас смертоносную, быструю, бесшумную, бронированную или же ещё какую машину, на деле нифига не работают просто потому, что в игре они нифига не нужны. Это то же самое, что всякие шмотки в Bioshock and Fight. Если честно, то я заметил, что они там вообще есть только после прохождения основной кампании. Тут то же самое. Ни один из модулей мне за всё прохождение так и не понадобился. Хотя во второй части такая же самая проблема была. Что же у игры не отнять, так это графон. Игра даже на минимальных настройках выглядит потрясающе, красочно, изумительно, бесподобно, уникально. Какие вам ещё нужны слова, чтобы охарактеризовать графику в игре? Но к сожалению, в наше время графикой уже почти никого не удивишь. Ну разве что совсем каких-то придерживших игроподросеров. Вместе с отменой графикой игры и отменой требования к железу. Если у вас видеокарта не поддерживает Derex 11, то извиняйте. А вот если у вас новейшая материнка, видеокарта и так далее, то игра будет просто-напросто летать. Но повторюсь, что даже на минимальных настройках игра выглядит изумительно. Если честно, я никогда не думал, что мне когда-либо будет так сложно писать итоговое заключение об игре. Просто потому что до конца игру я так и не понял. У неё достаточно много минусов, у неё есть и довольно крупные недостатки и многого чего ещё. Но несмотря на них, после прохождения Crysis 3 всё равно хочется перепройти. Ну хотя бы, как я уже сказал, некоторые главы. И объяснение этому найти очень сложно. И как вывод я могу сказать такую вещь. Если вы готовы играть в неё, не замечая тех недостатков, которые я перечислил ранее, то вам она безумно понравится. Моя оценка этой игре это 7 и 0 баллов. И при этом я отлично понимаю, что очень многим людям эта игра понравилась. С вами был Миронов Данил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. В ближайшие дни ждите новый обзор. Всем удачи и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok